Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». Сегодня тема нашей программы – кража денежных средств граждан. И по традиции я передаю слово старшему помощнику прокурора Карачаева-Черкесии Елене Дармаграевой. Здравствуйте, Елена! Сегодня в программе мы будем говорить о различных видах мошенничества, связанных в том числе с неправомерным завладением транспортных средств. Речь пойдет о разных формах обмана как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. С развитием современных технологий стали появляться новые виды мошенничества, когда преступники продают или покупают имущество через интернет. Поэтому при заключении договора в купле-продаже каждой стороне сделки нужно быть предельно внимательными и осмотрительными. Как избежать уловок мошенников и что делать, если вас все-таки обманули, об этом мы расскажем сегодня. Что касается ответственности за совершение мошенничества, то она предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве мер наказания установлены наложение штрафов, исправительные и обязательные работы, лишение свободы. Если же в ходе преступления причинен ущерб в особо крупном размере, сумма которого превышает 1 миллиона рублей, то в таком случае наказание может достигать 10 лет лишения свободы. Денис Григорьевич, скажите, кем и как часто совершаются подобные преступления? Я бы хотел начать с того, что целью выступления сегодняшнего участия в вашей программе является, прежде всего, профилактика этого вида преступности и правовое просвещение жителей республики. Вопросы профилактики находятся на особом контроле в прокуратуре республики, направлены на предупреждение о совершении преступления за счет прав и интересов проживающих граждан. Несмотря на то, что органами прокуратуры, органами правоохранения принимаются меры по недопущению этих преступлений, проводятся профилактические мероприятия, каждодневно проводится такая работа, в том числе через средства массовой информации, за что отдельно спасибо вам, продолжают иметь место мошенничество в этой сфере. Я бы хотел сказать, что 90% преступлений, мы сейчас не говорим про преступления дистанционные, как мы в прошлой передаче освещали, мы говорим сейчас о преступлениях, совершаем между жителями республики. Вот 90% преступлений совершается, как правило, между знакомыми, друзьями, близкими родственниками и родственниками. В основном эти преступления совершаются под предлогом получения тех или иных социальных, государственных программ, значит, отчуждение автомобилей путем продажи или передачи с определяем временного промежутка выплаты денежных средств, подделка договора купли-продажи, или как в простонародье ДКП называется, приобретение товаров и предметов домашнего обихода в магазинах и займы под расписки. Вот это основной пласт, который бы хотелось сегодня поднять проблему. Денис Григорьевич, как обезопасить себя, вот посоветуйте, и не стать жертвой этих мошенников? Знаете, коснувшись тему, кем совершаются эти преступления, я обратил внимание, что это близкие люди, родственники, друзья. Предлагается, ну, такой вариант развития событий. Если к вам обращаются ваши знакомые, друзья, с теряной проблемой финансового плана, либо хотят приобрести у вас транспортное средство, занять денежные средства, самый простой способ, дружба хорошо, но нужно закреплять эти правоотношения документально. Пойти к нотариусу, получить расписку, привлечь свидетелей, хотя бы удостовериться и понять, способен ли этот человек в дальнейшем выполнить свои обязательства, хотя бы на этом элементарном уровне. Самое главное, если уже произошло такое событие, если вы понимаете уже в первый месяц после выполнения обязательств, что не будут возвращены вам деньги, товары, то обращаться в правоохранительные органы. Большинство ситуаций решается, когда люди обращаются в правоохранительные органы, начинается процессуальная проверка. Конечно, нет гарантии, что дело уголовное будет возбуждено, что будут проводиться следственные действия, потому что необходимо учитывать имущественное положение должника. Возможно, какие-то жизненные обстоятельства у него возникают, непредвиденные события, форс-мажорные, так называемые. В данном случае состав преступления в их действиях будет исключен полностью. Но хотелось бы на это надеяться, но в большинстве случаев все-таки не возвращаются, не исполняются обязательства, и они не планировались их исполнять тогда, когда он их брал на себя. Чем быстрее люди обращаются в органы правоохраны, тем более вероятная возможность эти деньги вернуть. Как мы анализировали на днях с коллегами с МВД, люди обращаются через год, через два, через три за помощью восстановить свои права. Это проблематично, время упущено, процесс добычи доказательств. Многие граждане уже не существуют на этом белом свете. То есть опровергнуть, подтвердить, защитить права потерпевшего очень сложно бывает. Распространен способ мошенничества, такой, как связан с транспортными средствами. Пример. Значит, при жизни человек передает транспортное средство, ну, образно говоря, там, Николай передал Геннадию транспортное средство под условием выплаты денежных средств. Владелец машины умирает, соответственно, денежные средства родственника не возвращаются, транспортное средство во владение обратно не возвращается. Идут на уловки, подписывают, так называемый, задним часом договор о купле-продаже, что якобы продал денежные средства, он получил. Как правило, проверить этот факт, ну, тяжело. Хорошо, когда у родственников на руках остались подлинники документов, так называемые ПТСы. Злоумышленники, как правило, утверждают, что он потерян. Им выдают дубликат в РЭУ ГАИ. На основании простой писанной формы ДКП он получает право на регистрацию и фактически владеет транспортным средством. В дальнейшем это транспортное средство уже передается из руки в руки, уходит. То есть отсадить потом его уже найти, тяжело. Первая задача какая? Найти объект похищенный, изъять его и проводить процессуальную проверку. То есть выстраивать цепочку. Сплошь и рядом таких случаев много. Даже при живых собственников. Купил у него, перепродал другому, либо за долги рассчитался. Я хочу через передачу донести до жителей республики, что в любом случае, если совершено такое преступление, имущество, где бы оно ни находилось, если оно в наличии, если оно не утрачено, оно будет изъято передано потерпевшему. И все претензии, которые будут возникать, будут возникать к тому лицу, кто совершил первое мошенничество в отношении собственника. Как бы ни было это прискорбно считать, но все требования будут адресованы к лицу, совершившему преступление. Поэтому я считаю, что такие передачи, они полезны, на простом языке объяснять. Надо понимать, что в любом случае наказание последует. Так или иначе. Совершая такие преступления, вы должны понимать, что чьи-то права нарушены, законные, и они, безусловно, будут восстановлены. Я благодарю вас за информацию, благодарю за интервью и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо.